Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас в рейтинге букмекеров, а точнее в той его части, где говорят о хоккее, только о хоккее и ни о чем, кроме хоккея. Можно, конечно, поговорить о том, что главным событием завершившегося недавно молодежного чемпионата мира стала не очередная победа в нем сборной Канады, а отсутствие сборной России. Причем главным событием назвали не мы, а сама заокеанская спортивная пресса. Правда, это было подано под таким соусом, будто нас упрашивали, чуть ли не на коленях стояли, сулили разные плюшки, а мы гордо фыркнув, послали всех в известном направлении и не поехали. Между прочим, так формируется будущая история. Сейчас нам читать это смешно, но следующие поколения, особенно заокеанских болельщиков, будут воспринимать это за чистую монету. А пока им там за океаном усердно промывают мозги, мы вернемся в нашу Россию, потому что у нас тут в КХЛ отнюдь не рядовое событие под названием «Зеленое герби», которое в этом сезоне будет играться уже в пятый раз, и третий раз его примет «Солнечный Татарстан». Насколько этот матч важен для обоих соперников, обоих соперников можно было судить по предыдущему туру, в котором Акбас не слишком перенапрягался против «Адмирала», а Салават и вовсе позволил себе почти безропотно отдать домашний матч «Магнитке», чем, кстати, вполне возможно, спас от немедленного увольнения Илью Петровича Воробьева на место которого уже вовсю прочит Дмитрия Квартального. В нынешнем сезоне соперники встречались четырежды, и пока там ничья 2-2, но Салават имеет на одну очку больше за ничью в основное время в последнем казанском матче. Какого-либо уклона данная серия не имеет, поскольку соперники по разу выиграли и в гостях, и дома. То есть объективно ни у кого преимущества нет. Но есть движение вверх, четко выраженное у Акбарса, который в чутких руках Зенитулы Берлидинова уже все лучше идет в ногу. До парадного шага еще, конечно, далеко. Да и неизвестно, успеют ли казанцы к нему прийти к старту плей-офф. Но улучшения в игре и организованности видны невооруженным глазом. И мне кажется, что Берлидинова в первую очередь за счет своего огромного опыта должен выиграть теннишскую дуэль у Виктора Козлова, у которого, конечно, такого опыта еще нет, он его только набирает. Предположу, небольшой по количеству заброшенных шайб матч, точнее, не совсем большой, с таталом не превышающим 6,5. По итогам этого противостояния большие татары любым доступным способом наберут 2 очка, но не факт, что сумеют это сделать в основное время. Что же касается других прогнозов, то добро пожаловать на рейтинг букмекеров, на программу «Отдел хоккея» на канале РБ Хоккей и на мою рубрику в этой программе под названием «Была история». И помните, в рейтинге букмекеров прогнозов мало не бывает. Привет! Ты читаешь спортивные новости? А теперь тебе за это будут платить. Добро пожаловать в Коммунизм! И я не шучу. Коммунизм.ру – первый спортивный дайджест с наградой за просмотр контента. Это работает так. Регистрируешься, настраиваешь фильтры, читаешь персональную ленту. За прочтение и просмотр контента начисляются соцкредиты. Это внутренняя валюта коммунизма. Один соцкредит равен одному рублю. Накопил достаточно соцкредитов, можешь выводить их в рубли. Звучит как в сказке, но на самом деле это коммунизм, который удалось построить. Редактор субтитров А.Семкин